Некоторые арабские страны заключили договора с иудеями. Можно ли приводить в аналогию худайбийский договор с нынешними договорами? Конечно же нет. Во-первых, иудеи – завоеватели и оккупанты исламских земель. С таким необходимо воевать и вести джихад, потому что этот враг забрал твои территории, убив и изгнав с него миллионы жителей. Что лучше для мусульман – перемирие или же война? И если перемирие лучше, то почему сподвижники продолжали завоевывать территории после смерти пророка, саллиллаху алейхи вассалям, и это то, к чему придираются востоковеды? Говорят, что ислам распространился мечом. Это не было постоянным явлением. Если посмотреть на призыв пророка, саллиллаху алейхи вассалям, с начала призыва и вплоть до худайбийского договора, то можно заметить, что все происходило не в одной манере. То есть после окончания битвы Урва пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, отныне мы будем нападать на них, а они на нас нет. Медиа-центр «Голос истины» – это наш общий проект. Каждый ваш просмотр и лайк помогает распространению исламских знаний. Также мы начали двигаться в направлении развития информационно-аналитического контента. Это новая для нас сфера, которую мы осваиваем, параллельно развивая сферу исламского просвещения. Для дальнейшего развития работы нам необходима ваша материальная поддержка. Если вы хотите принять участие в распространении истины, все ссылки вы найдете в описании к видео. Лектором в Академии имама Малика. Добро пожаловать, доктор. Здравствуй, брат Нурудин. Дорогой доктор, в прошлой встрече мы затронули тему худайбийского договора, его причины и как пророк, саллиллаху алейхи вассалям, этим самым поставил в неловкое положение курайшитов, чтобы представить их во враждебном их образе и то, как препятствуют людям в получении своих прав. Это касалось не только мусульман. Сейчас мы затронем тему политических пульс, которые были достигнуты посредством этого договора. С именем Аллаха, милостивого и милосердного, хвала Аллаху, Господу миров, и да благословит и приветствует Аллах, нашего пророка Мухаммада, его семью и всех его сподвижников, и тех, кто последовал за ними. Худайбийский договор был явной победой. Так его прозвал Аллах, субханаху атааля. Воистину, мы даровали тебе явную победу, чтобы Аллах простил тебе грехи, которые были прежде и которые будут впоследствии, чтобы он довел до конца свою милость к тебе и провел тебя прямым путем. Быть может, самой главной пользой и политическим достижением в этом договоре было поддержка мнения большинства, когда пророк, салаллаху алейхи ва салям, сделал посещение заповедного дома общей проблемой. Он призвал присоединиться к нему все племена, жившие в округе Медины, чтобы они вышли с ним в малое паломничество. Однако они стали медлить, как об этом упомянул Аллах. «Бедуины, оставшиеся позади, скажут тебе, наше имущество и наши семьи отвлекли нас или помешали нам. Попроси же для нас прощения». Они произносят своими языками то, чего нет в их сердцах. И до конца аята. Пророк, салаллаху алейхи ва салям, хотел, как мы уже говорили прежде, сформировать общее мнение, что он не притеснитель и что он не прибыл, чтобы сражаться или проливать чью-либо кровь. Однако он прибыл ради законного права, а именно права поклоняться, и что этот заповедный дом не является собственностью курайшитов. И его правом, как человека, поклоняющегося Аллаху, является сделать обходы вокруг заповедного дома. Это первый момент. Пророк, салаллаху алейхи ва салям, прибегнул к новому методу, а именно к мобилизации общества, не ограничиваясь лишь на обществе мусульман. Это касалось всех, мусульманами они были или же нет. Как мы уже упоминали, что паломничество к заповедному дому практиковалось и не мусульманами еще до ислама. Пророк, салаллаху алейхи ва салям, воспользовался этой общей проблемой, которая касалась и не мусульман, чтобы достигнуть этой цели, сделав этот вопрос мнением большинства. Подобное мы видели и в революционном движении арабской весны. Когда начались эти волнения, они сделали это общей идеей, к которой стремились все, будь они мусульмане или нет. Разные это партии или движения, все они согласились на одной справедливой идее, требуя свои законные права, свободу мнения, прекращение репрессий и уход всех этих деспотичных режимов с постов. Если руководство видит, что подобная проблема способна объединить вокруг себя общество, то в таком случае не надо ограничиваться малым кругом людей. И если бы в случае арабской весны была задействована лишь небольшая группа людей или определенная группа или партия, то она бы потерпела неудачу, и эти революции не преуспели бы в смене тех правящих режимов. Пророк, салаллаху алейхи васселям, прибегнул к этому методу еще в те времена, когда он собрал вокруг проблемы паломничества всех, кто жил в окрестностях Медины и направился с ними в Мекку, чтобы поставить курайшитов в сложное положение. Или они будут вынуждены согласиться позволить им войти или же воспрепятствовать. И если бы мусульмане вошли, то это бы означало признание исламского государства, признание этой религии и право их на совершение этого обряда. Если же они откажутся впустить их, то в таком случае это представит их в плохом свете и что они являются несправедливыми и тиранами, и теми, кто лишают остальных прав и препятствуют поклонению Аллаху. Тем самым это выгодно обернется для исламского призыва. Поэтому первое – это достижение мнения общества. Второе – сам процесс того, что курайшиты сели за стол переговоров, является признанием исламского государства. Прежде они его не признавали и не садились с ними за переговоры. Они вели против него войну в Бадре, Ухуде и в битве Урва. Они преуменьшали их значимость. Они сели с ними за переговоры, и это является признанием нового исламского государства, которое стало олицетворять мусульман и которое способно бороться с курайшитским государством или, скажем, курайшитским формированием и способно конкурировать с силами, которые находятся на Аравийском полуострове. Почему курайшиты воспрепятствовали написанию в Худайбийском договоре некоторых моментов, когда пророк, салляллаху алейхи вассалям, хотел написать в договоре с именем Аллаха Всемилующего и Милостивого? Они стали возражать этому. Предводитель мусульман в процессе ведения переговоров порой может уступить некоторые моменты, которые не повлекут за собой большого вреда. Когда он уступил им в том моменте, тем самым достигнув большей выгоды, он не стал им уступать в земельных вопросах или в призыве людей к исламу, в его прекращении. Что касается того, писать это имя Аллаха или нет, это вещи, как мы говорим, формальности. Они ни на что не влияют в переговорах. Третий вопрос – это дозволенность заключения договоров с неверующими. Пророк заключил договор на 10 лет, и это долгий срок, который открывает перед исламским государством возможности для того, чтобы набраться сил и распространить ислам в Аравии и за ее пределами. И к нему присоединятся новые последователи, и это укрепит государство. Исламская страна нуждалась в этих 10 годах. Это время спокойного развития и прекращения сражений, чтобы государство могло расшириться. Завершить свое становление. Да. Это очень важно для предводителя мусульман. Когда появляется новое государство, ему необходимо решить все свои проблемы с соседними государствами. Мы, как исламские движения, во времена арабской весны унаследовали проблемы прежних тиранических режимов, у которых были проблемы с соседними странами. Получив власть, руководство не должно идти тем же путем враждебности с соседними странами. Они должны свести их к нулю, попытаться сесть с ними за стол переговоров, чтобы разрешить все проблемы, чтобы освободиться для построения государства и укрепления тыла, и укрепить соседские отношения. Даже если придется сделать некоторые уступки, которые не навредят обществу. Да, как мы сказали, человек не должен уступать в основах. Однако порой в процессе переговоров можно достигнуть решения. Не нужно идти по линии враждебности с другими. Также в этом договоре есть дозволенность того, чтобы неверующий мог войти с нами в союз против определенного враждебного государства. И мы можем извлечь это из пунктов худайбийского договора, что тот, кто желает войти в союз с Мухаммадом, пусть сделает это. Он волен сделать это. Кто же желает войти в союз с курайшитами, тот волен сделать это. И как пример, Банухузя вошли в союз с пророком, несмотря на то, что среди них были не только мусульмане, но были также и неверующие, даже большинство из них были неверующими, также Бану Бакр вошли в союз с курайшитами. И они в итоге и стали причиной расторжения этого договора. Потому что Бану Бакр напали на племя Хузаа, что в итоге привело к завоеванию Мекки. Руководству мусульман допустимо, чтобы к ним присоединились те, кто не в исламе. И быть с ними в коалиции, чтобы... Чтобы укрепиться посредством их? Да, чтобы укрепиться. И тогда они будут их поддержкой в войне против враждебно настроенных стран. Курайшиты и были тем самым непримиримым врагом пророка, салаллаху алейхи ва салям. Когда же племя Хузаа вошло с ними в союз, это укрепило государство мусульман и позицию пророка, алейхи салалату ассалям. Также, позволяется заключать соглашение о перемирии с многобожниками в случаях, когда есть притеснение мусульман для общей пользы. То есть это дает определенные привилегии. Когда происходит диалог и проходят переговоры, то порой предводитель мусульман может пойти на уступки в определенных пунктах, как, например, уступки в предоставлении договоров, касающихся нефти, постройки компаний и зданий для определенных стран. Несмотря на то, что ты знаешь, что они твой противник, если ты не предложишь им ничего, то это станет камнем преткновения перед руководством страны. Или же война, которая была между вами, не прекратится. Порой уваживание или удовлетворение противников посредством некоторых мирских выгод лучше и руководства мусульман. Необходимо быть едиными, не разобщаясь, приводя в порядок свою внутреннюю структуру. Пророк, салаллаху алейхи ва салям, предоставил курайшитам некоторые пункты, такие как, если к пророку, алейхи салалту салям, придут мусульмане из числа курайшитов, то их вернут обратно. А кто придут к курайшитам со стороны мусульман, то их мы не станем возвращать. К тому же, ему было запрещено войти в заповедный дом, пока не настанет следующий год, и ему нельзя брать с собой оружие. За исключением легкого оружия. Так что в том договоре были определенные уступки. Также мы упоминали прежде историю с племенем Гатафан. Во время битвы у Руа пророк, алейхи салалту салям, хотел договориться с ними и дать им треть плодов Медины, и те откроют блокаду, оставив сражение и вернутся обратно к себе. Поэтому в подобном нет проблем, если государство нуждается в подобном, предоставляя что-либо другим государству, без чего нельзя будет снять санкции или прекратить сражение. Все это мирские и возобновляемые ресурсы. Однако недопустимы уступки в утвержденных вещах, такого рода как прекращение призыва людей или еще каких-либо обрядов религии. Например, вещи, которые нарушают постулаты религии или территориальные уступки, подобное непозволительно. Однако, если дело касается каких-либо мирских дел, то подобное дозволяется. Также руководству в момент слабости стоит остерегаться военного столкновения, насколько это возможно. Пророк, салиллаху алейхи вассалям, в подобных вопросах, если он видел, что в них есть благо или же изменения к лучшему и решения без кровопролития, он говорил, если они попросят меня о чем-либо, что будет почитать заветы Аллаха Всевышнего, я дам им это. И насчет этого сказал ибн-ль-Каим, многобожники, нововведенцы, нечестивцы, бунтари и притеснители, если они попросят что-либо, в чем есть почитание завета Всевышнего Аллаха, то на их просьбы отвечают положительно. Теперь посмотри на них. Они нововведенцы, многобожники, притеснители и тираны. Но тем не менее, если они просят и хотят что-либо… Что-либо, где будут чтить заветы Аллаха. Да, им отвечают на их просьбу. Им предоставляют это и идут навстречу. Помогайте друг другу в благочестии и… И богобоязненности. И богобоязненности. Им дают требуемое и идут навстречу, даже если они не предоставляют остального. Им содействует в том, что есть почитание заветов Аллаха Всевышнего. Но не в их неверии и несправедливости. Это очень точное определение и очень сложно его принять, чтобы нововведенцу или многобожнику, или тому, кто сражается против тебя, предоставить что-либо. Да, что-либо из того, что принадлежит тебе. Это очень трудно для человеческой натуры. Однако, если мы посмотрим на это через призму пользы и вреда, то мы скажем, это то, что порой позволит достигнуть пользы для страны и мусульман и отдалит от них всяческий вред. Пророк, салаллаху алейхи ва салям, в худайбийском перемирии отталкивался от этого правила, сказав, «Если они попросят меня о чем-либо, что будет почитать заветы Аллаха Всевышнего, я дам им это». Также, среди выгод худайбийского договора, то, что реализовался призыв уже после его заключения. Тот, кто вошел в ислам в промежутке худайбийского договора и освобождения Мекки, их количество достигло приблизительно 10 тысяч человек. Пророк, салаллаху алейхи ва салям, в момент заключения худайбийского договора был с тысяч четыре места с подвижниками. А когда же он пришел для освобождения Мекки, с ним уже было 10 тысяч человек, то есть больше, чем в пять раз. То, что было осуществлено с вхождением людей в ислам и распространением призыва за два года, это то, чего не удавалось осуществить за 13 лет. У нас есть 6 лет после хиджры, а сколько было до нее? То есть 19 лет. То, что не было осуществлено в течение почти 20 лет, то есть эти два года превзошли 20 лет в призыве. Это действительно великая благословенная победа. Когда наступает мирное время и нет кровопролитной борьбы, как быстро распространяется призыв и религия ислам, завоевывая все больше сердец людей, и они входят в религию Аллаха толпами. Также из выгод некоторые политические решения, которые гражданам показались несправедливыми и несут зло, и не принесет никакой мгновенной пользы. Однако, если смотреть на них в перспективе, не обращая внимания на отсутствие скоротечной выгоды, то в таком случае они достигнут больших целей. Потому как они предоставят возможность достигнуть устойчивости и расширения политического влияния и призыва исламскому государству, как это реализовал пророк, саллиллаху алейхи ва салям, когда сразу же после худайбийского договора отправил послов к правителям за пределами Аравийского полуострова, хотя сподвижники посчитали этот договор несправедливым и унижением для религии. Что касается всех тех уступок, то Аллаху известно лучше, даже когда пророк, саллиллаху алейхи ва салям, повелел сподвижникам обрить голову и принести жертвы. Они не ответили на его призыв. Они не выполнили этого. Тогда пророк, саллиллаху алейхи ва салям, вошел в свою палатку разгневанным и ум саляма дала ему мудрый совет. И это пример того, как женщина может подсказать тебе идею, до которой никто не додумался. Да, действительно. Она подала ему идею, сказав, выйди наружу и никому не говори ни слова, пока сам не принесешь в жертву своего верблюда и не позовешь своего цирюльника, чтобы он обрил тебе голову. И тогда они повинуются. И действительно, когда пророк вышел, обрил голову и принес жертву, сподвижники стали собираться и делать то же самое, обривая свои головы и принося жертвы. Говорится, что они так спешили, что чуть не затоптали друг друга. Да. Также среди выгод, извлеченных из этого значимого договора, это обязательность для руководства мусульман соблюдать договоры. И это из принципов внешней политики для исламского государства. Не то, как говорят некоторые люди, что в политике есть принципы, но нет морали и нравов. Нам это не подходит. Это подход Макеавелли, но это не исламский подход. В исламе является обязательным соблюдение договоров, даже если это не верующие. Пророк, салаллаху алейхи вассалям, когда заключил договор и подписал пакт о том, что вернет им тех, кто придет к ним, принявшим ислам, и тогда привели Абу-Джандалья закованного в Аковы, Сухаил ибн Амр сказал, «И первым условием, которое я ставлю тебе, будет возвращение тобой этого». Да, первым будет он. Да, «Если его не отдадут мне, то нет между нами никакого договора и перемирия». Тогда пророк, салаллаху алейхи вассалям, отдал его, несмотря на то, что Абу-Джандаль говорил, «О мусульмане, неужели же после того, как я стал мусульманином, меня вернут многобожником?» На это пророк, салаллаху алейхи вассалям, ответил ему, что Аллах даст ему выход из этой ситуации. Поэтому исполнение условий договора является фундаментом внешней политики государства с остальными странами. Также это справедливость и из принципов политики. У нас нет беспринципной политики, построенной на прихоти или же преследующей лишь выгоды. В ней есть столпы и принципы, от которых не может отклониться правитель мусульманин, такие как справедливость, соблюдение договора, отвечать взаимностью. Также свобода вероисповедания и призыва. Свобода вероисповедания, как предоставил ее пророк, салаллаху алейхи вассалям, иудеям. Им их религия, мусульманам их религия, как это было в Медине. Да, в Медине. Также возвышение достоинства человека в целом, несмотря на его религию. Аллах, субхану тааля, почтил человека, сказав, «Мы почтили сынов Адама и позволяем им передвигаться по суше и морю. Мы наделили их благами и даровали им явное превосходство над многими другими тварями». Также, когда пророк, салаллаху алейхи вассалям, был в Медине, и рядом с ним прошла группа людей с погребальными носилками, и тогда пророк, салаллаху алейхи вассалям, встал, и люди сказали ему, «Это же погребальные носилки иудея». И он сказал, «А разве он не человек?» Это и есть ислам. То есть, величие ислама в том, что он обращается с человеком достойно. Ведь Аллах, субхану тааля, почтил человека как творение, не учитывая религию. Мы желаем прямого пути для всех людей, но не следуя двойным стандартам, когда закон действует только для определенных людей. Все эти лозунги, которые поднимаются сегодня, такие как права человека, не дискриминировать кого-либо из людей, они применяют их, когда хотят, и отменяют, когда хотят. Однако у нас в исламе пророк, салаллаху алейхи вассалям, в действительности их практиковал, и это было реальной программой, а не всего лишь громогласными заявлениями. Поэтому давай посмотрим, каково отношение к этому в исламе и на то, как сегодня они хвастаются, что они приверженцы демократии и прав человека, что они против российской дискриминации. Аллах, субхану тааля, их разоблачил сейчас в их войне и в их обращении с мусульманами и немусульманами во многих ситуациях. Хвала Аллаху, у нас есть принципы, будь это политика, или же экономика, или религия. В нашей религии ничего не оставлено без разъяснения от Аллаха, субхану тааля. В ней есть основы и столпы во всех сферах жизни. Мы уже завершили перечисление польс. Что касается случая со сподвижником Абуджандаля, многобожником. Дозволяется ли руководителям мусульман выдавать их другим странам под предлогом обвинения их в терроризме? Как террористов. Подписание подобных договоров, в которых будет присутствовать несправедливость. Имеет ли право государство делать подобное? Основа в том, что оберегание защиты мусульманина входит в обязанности государства, и ей не дозволяется попирать его права или же подталкивать его к погибели. Шариат обязал всех мусульман, чтобы они не бросали своих братьев. И пророк, салаллаху алейхи ва салям, говорит, мусульманин мусульманину брат. И поэтому не должен никто из мусульман ни притеснять другого, ни относиться к нему с презрением, ни оставлять его без помощи. Поэтому основа в том, что мусульманин не сдает своего брата неверующим и врагам, чтобы они причинили ему вред. Это первое. Второе же. Шариат повелевает освобождать пленных мусульман. Освобождайте испытывающего трудности, имея в виду находящегося в плену. Кормите голодного и навещайте больного. Так что освобождение пленного – обязательство правителя и исламского государства. А что касается истории с худайбийским договором, то есть разница между возвратом обратно и выдачей. Например, в случае, если кто-либо придет к нам из числа мусульман и попросит убежище, тогда как у нас будут заключены определенные договоренности с каким-нибудь европейским государством, а непринятие таковых у нас, то это не будет тем же самым. И разница между неприятием и тем, чтобы схватить мусульманина и его выдать неверному государству. И в первом случае некоторые ученые дозволяли подобное. Но во втором случае схватить мусульманина и выдавать его неверующим, которая будет его пытать и причинять ему боль из-за его религии, то это не дозволено. Мы не можем взять как прецедент худайбийский договор в качестве дозволения подобного. Ученые и правоведы сказали, такие как Ибн-Уль-Араби и другие, что Аллах внушил ему, что он дарует мусульманам выход из данного случая. И Абу Басыр сказал пророку, салаллаху алейхи вассалям, «О посланник Аллаха, неужели ты вернешь меня многобожникам, которые отвратят меня от моей религии?» На это пророк, салаллаху алейхи вассалям ответил, «О Абу Басыр, иди, ведь Всевышний Аллах дарует тебе и тем, кто с тобой из числа слабых облегчение и выход». Это было откровением от Аллаха, и некоторые ученые-правоведы сказали, «Также, если будет известно, что у такого есть племя, которое защитит его от насилия и тому подобное, то дозволяется вернуть его. Однако, если у него нет племени и нет у него защитников, то не дозволяется возвращать такового». Они аргументировали это аятом, то не возвращайте их неверующим. Этот аят отменяет предыдущее решение. Оно охватывает женщин и мужчин. В общем, исламское государство в вопросах выдачи не должно выдавать мусульман. Даже если, например, таковой совершил какие-либо преступления, то судить его должны в исламской стране и по законам ислама. Порой выдачи происходят по причине сфабрикованных преступлений, таких как терроризм. Мы знаем, что это самое первое, в чем обвиняют мусульман обычно. Да, обвинение в терроризме. Все это из категории, что изобрел Запад, чтобы порой принуждать некоторые государства подписывать подобные договоренности. И в этом есть определенное унижение в отношении стран мусульман. И правителю мусульман не дозволяется подписывать подобные договоры. Но можно в ситуациях в борьбе с наркотрафиком и с сетью контрабанды. Нет проблем, если от подписания таких соглашений будет выгодно для государства. Но не соглашения, в которых присутствует унижение и принижение мусульман, а также приписывание ложных обвинений. Когда пророк, салаллаху алейхи вассалям, услышал, что Русмана убили, посмотрите, какова была ценность одной мусульманской жизни. Всего одного человека. Да, один человек. Услышав это, он призвал дать присягу на смерть. Да, на смерть. И он был готов вступить в войну против неверного государства по причине лишь одного этого человека. И даже в битве при Муте она произошла по причине убийства одного мусульманина. Личность мусульманина имеет большую важность в исламском государстве. Причастность к государству не только... Не только образно. Это то, что мы сегодня можем видеть в конкретно арабских странах. То есть государство не соблюдает права ее граждан и не становится на их сторону, когда им создают разного рода проблемы и когда их обвиняют в чем-либо на Западе. Многие из уголовных дел, которые были возбуждены, оказались сфальсифицированными. Так почему же тогда выдавать невинных людей таковым странам, которые борются с исламом, которые презирают ее? Подобные договоры и соглашения не должны иметь места в исламском государстве. Прежде чем мы перейдем к следующему пункту, есть момент, связанный с Абубасыром. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, обещал ему, что Аллах дарует ему выход из его трудной ситуации. И он в действительности смог выбраться из рук многобожников. Он организовал независимое движение, которое нападало на курайшитов за пределами альянса пророка, саллиллаху алейхи вассалям, и за границами юрисдикции договора. Как пророк смог извлечь выгоду из его ситуации? Это то, что сегодня называют политикой рычагов, когда у государства есть подразделение, к которым она официально не имеет отношения, однако оказывает им необходимые государственные услуги. Без какой-либо официальности? Да, без явной связи между ними, говоря, я никак не связан с ними. Как это делает Иран с Хизбалой, также с хуситами и последователями в Ираке. Они ведут политику Ирана и действуют как... Как их армия. Да, как армия. И так обстоит ситуация и в остальном мире, как, например, ЧВК «Вагнер» в России. Российское государство заявляет, что те не имеют к ней отношения. Но что они делают? Они выполняют поставленные российским государством задачи. Также обстоят дела и с американской Blackwater. Это уже известная политика во всем мире. Так что Абу Басыр собрал группу, сегодня это называют партизанской войной, и в таком положении дел не выйдет обвинить государству Медину в их поддержке. Сегодня государства создают подобные подразделения, и они координируют свои действия со спецслужбами. Без явной связи. Конечно. Однако пророк, салаллаху алейхи вассалям, указал Абу Басыру на выход из положения, сказав, горе его матери, если бы с ним был еще кто-нибудь, он привел бы нас к войне. Абу Басыр, услышав эти слова, понял намек пророка, салаллаху алейхи вассалям, и направился к побережью моря, недалеко от Джидды, на торговой дороге, что связывало Шам и Мекку. И он нападал на все караваны. Проходящие оттуда. Да, проходящие оттуда. И она стала причиной экономической блокады и удара по экономической артерии курейшитов. И то, что сделал Абу Басыр, не было возможным для пророка, салаллаху алейхи вассалям, из подвижников. И Абу Басыр стал причиной отмены пункта договоров, выдачи нововращенных мусульман из Мекки. Курейшиты сказали, о, Мухаммад, мы не хотим возврата их. Кто придет к тебе, будучи мусульманином, то принимай их. Только избавь нас от Абу Басыра. Пусть Абу Басыр возвращается к тебе и не трогает торговый путь. В этом есть важное правило, которое установили некоторые ученые. На то, что способен индивидуум, не способна группа. Ма яса'ул фарт, ла яса'ул дяма'а. То есть один человек способен предоставить всей умме различного рода выгоды. Когда государство не в состоянии чего-либо достигнуть самостоятельно по причине определенных договоров и санкций, но есть личность, что не связана напрямую с государством, способная обойти все эти договоренности и санкции и предоставить государству то, чего оно самостоятельно было неспособно. Поэтому государство должно воспользоваться подобными возможностями, чтобы у него были подобные рычаги, что будет помогать ему в достижении поставленных нынешних и будущих целей. Некоторые арабские страны заключили договора с иудеями. Можно ли приводить в аналогию худайбийский договор с нынешними договорами? Конечно же нет. Во-первых, иудеи – завоеватели и оккупанты исламских земель. И не может быть договора с человеком, который оккупировал твои земли. С таким необходимо воевать и вести джихад, потому что этот враг забрал твои территории, убив и изгнав с него миллионы жителей. Это агрессор и преступник. С таковым не может быть каких-либо договоров, которые заключил пророк с Меккой. Пророк не подписал с ними договор о том, что отныне Мекка принадлежит курайшитам и не вручил им земли мусульман в Медине. Перемирие было о прекращении войны сроком в 10 лет и только. Пророк лишь призвал их как государство, то есть исходя из политической реальности, ведь курайшиты не были шариатским государством. Договор не может быть бессрочным или уступить иудеям территории. У них нет права найти земли из-за их преступления, что они совершили в Палестине. Подобное нельзя приводить в аналогию, как это сегодня делают некоторые, призывая к нормализации отношений с Израилем и давая возможность Израилю распространять ее нечестие и спецслужбы в арабских странах. Установить постоянный мир с ними. Изменить шариатские тексты и взрастить поколение, у которого не будет враждебности к Израилю. Все это игры с шариатскими текстами и подмена их истинности. Иудеи, как о них сказал Аллах, иудеи и христиане не будут довольны тобой, пока ты не станешь придерживаться их религии. Наши разногласия с иудеями – это идеологические разногласия, а не политические. Когда пророк, салаллаху алейхи ва салям, заключил с ними договоры, они нарушили все договоры. То есть они жили в мире с государством, что основал пророк, салаллаху алейхи ва салям. Но однако они не смогли сдержать свое презрение и ненависть, в итоге нарушив прежние договоры. Бану Курайза, Бану Надыр, Бану Кайнукаа – все они нарушили договоренности. Также и иудеи, жившие в Хайбаре. Всех их изгнал Умар, да будет доволен им Аллах. По сей день они известны предательством и коварством. О каком же перемирии может идти речь с иудеями? С ними не может быть перемирия до тех пор, пока они не покинут земли мусульман. А после уже мы поговорим о перемирии. Что лучше для мусульман – перемирие или же война? И если перемирие лучше, то почему сподвижники продолжали завоевывать территории после смерти пророка, салаллаху алейхи ва салям? И это то, к чему придираются востоковеды. Говорят, что ислам распространился мечом. Это не было постоянным явлением. Если посмотреть на призыв пророка, салаллаху алейхи ва салям, с начала призыва и вплоть до худайбийского договора, то можно заметить, что все происходило не в одной манере. То есть после окончания битвы Урва пророк, салаллаху алейхи ва салям, сказал «Отныне мы будем нападать на них, а они на нас нет». Мы видим, что в мекканском периоде мусульмане были слабы, и лозунгом пророка, салаллаху алейхи ва салям, в этом этапе было терпение. Тот этап требовал проявления терпения в причиненном вреде. А когда вреда стало только больше, что повелел сделать пророк, салаллаху алейхи ва салям? Повелел совершить переселение. И если наше положение – это слабость и бессилие в противостоянии врагам из-за малочисленности ресурсов и возможностей, и с нами могут покончить в таковой местности, и мы не сможем достигнуть каких-либо результатов, то в такой обстановке нам не следует подвергать себя опасности или сражаться, как это было в мекканском периоде. После этого этапа мы можем видеть, когда мусульмане немного окрепли в Медине, и у них появилось формирование и сила, конечно, неполноценная, но пророк, салаллаху алейхи ва салям, использовал ее в качестве щита для защиты от некоторых угроз, ни в полноценных сражениях, ни таких, как римляне, персы или курайшиты или гатафан. Он начал с тех, кто ему посилен. Первые пять лет в Медине были этапом обороны и укрепления внутреннего фронта. Затем, с прошествием пяти лет и моментом завоевания Мекки, наступил этап наступления, и у государства появилась мощь и возможности. Например, если взять Афганистан, там был враг в лице России и Америки. В течение десятилетий шло сопротивление. Там не было и речи о мирных переговорах. Это бы не решило их проблемы. Их выбор пал на борьбу и джихад против оккупанта. И это единственное решение, и все продолжалось до тех пор, пока оттуда не вышли русские, а затем и американцы. И это то, что делает сегодня Хамас. Есть опыт некоторых стран, что сопротивление и сражение против подобного врага более действенно. А порой политика и переговоры могут быть более действенны. В подобных ситуациях государство само решает, ей выгодно сражаться, или же лучше все решить переговорами и политикой. Когда у тебя времена спокойствия и стабильности, то ты можешь заняться экономикой, построением армии, расширяя свои возможности. И когда настанет время войны, которая может случиться сегодня или завтра, необходимо использовать такое время для укрепления и усиления. Мы же, как арабские страны-мусульман, продолжаем оставаться в начале пути. И мы теряем все больше возможностей, чтобы стать сильнее. И нам все еще предстоит пройти долгий путь. Однако, если нас вынудят к сражению, то мы не сможем избежать его. Доктор Камаль, мы благодарим тебя за эту интересную встречу. У нас будет еще подобная встреча, если пожелает Аллах о завоевании Хайбара и все, что связано с ним. Зрители канала «Голос истины», благодарим вас за то, что смотрите нас. И до новых встреч. С вами был Наруддин Галяини. Ассаляму алейкум варахматуллахи вабаракату. Субтитры создавал DimaTorzok